Официально Анкара весьма сдержанно комментирует санкции, введенные Россией. Глава правительства Турции Ахмед Давут-Аглу сегодня заявил, он надеется, что Москва пересмотрит принятые решения. Премьер также пообещал не вводить ограничения для российских граждан. В Турции многие понимают, те, кто принимал решение об атаке на Су-24, нанесли реальным интересам страны колоссальный ущерб. Под ударом целой отрасли экономики, особенно торговля, сельское хозяйство и туризм. О настроениях в Турции репортаж нашего специального корреспондента Павла Краснова. Если есть в Стамбуле место, где русскую речь слышно не реже, чем турецкую, то это Лалали, район бесконечных магазинов, забегаловок, банков с обязательными вывесками на русском. Когда-то именно здесь зарождалась челночная торговля, сюда ехали за джинсами, свитерами, дубленками. Теперь же Лалали и вовсе называют русским районом Стамбула. Владелец мехового салона Недрет говорит просто, русские клиенты для нас как кислород. Пусть приезжают, мы русские любим. Это русские как вторая родина Турции. Завидев съемочную группу, на улицу высыпают и продавцы соседних магазинчиков. За минуту собирается компания, шумно обсуждающая последние новости. В Лалали бизнес явно превалирует над политикой, потому симпатии здесь отдают не своей власти, а своим покупателям. Руссия, Туркия, брата, брат. Руссия и Северные. Трудно сказать, сколько в этих словах вежливости, а сколько реального отношения к северному соседу. Но в том, что выгодный бизнес с Россией туркам терять не хочется, сомнений нет. Уже 15 лет Мерт поставляет к нам турецкую обувь. Клиентов всегда хватало, но сейчас фабрика стоит. Мерт объясняет, заказов из России сейчас нет, хотя обувь и не попадала ни под какие запреты. Я, как гражданин Турции, прошу прощения за то, что погиб российский пилот, и мне было больно узнать о его смерти. По-моему, на правительственном уровне Турция, как только стало известно о случившемся, должна была немедленно связаться именно с российской стороной, а не с НАТО. Мерт признает, президент Турции повел себя неправильно и уверяет за Эрдогана. Лично он и голосовал, потому что надеялся на более крепкие связи с Россией. Теперь все, что остается предпринимателем, надеется на благоразумие политиков. Бурак Баскир, представитель крупного бизнеса, владеет овощехранилищами в Ростове. Сейчас там же участвует в строительстве аэропорта. И то, что произошло между странами, сравнивает с ночным кошмаром. У меня много друзей в России, которые позвонили, спросили, как у тебя идут дела? Все ли у меня в порядке? Можем ли мы чем-то помочь? Я уверен, что дружба между нашими странами будет продолжаться. Я надеюсь, что они придут к правильному решению. Ссора с Москвой для Турции будет болезненной. Это признают все. Популярная газета «Хурият» пишет о принятых России экономических мерах. И подмечает, мы не только партнеры, мы родственники. И это не просто слова. Смешанных русско-турецких семей в обеих странах десятки тысяч. Именно для них нынешний разлад стал особенно болезненным. Для вели Россия будто вторая родина. Он и в речи смешивает турецкий и русский. С начала 90-х он занимался турбизнесом, грузоперевозками. Надолго в Россию уезжал. Его дети закончили у нас школу. А теперь боятся, что не смогут приехать к своим друзьям. Очень обидно. Это ужасно то, что произошло. И я считаю неправильно так резко и жестко прерывать отношения между странами. И жаль, что мои дети не смогут ездить в страну своего детства. И все же в душе даже тех турок, чье благополучие зависит от хороших отношений с Россией, сейчас борются разные чувства. Переживая по поводу сбитого самолета, они одновременно пытаются найти оправдание для своих властей. Надеемся, что все это скоро закончится. Так можно описать настроения, царящие в Турции. Видимо, не желая еще сильнее повышать градус в отношениях, премьер страны Ахмед Давутаглу сегодня заявил, на введенные России ограничения Турция отвечать не будет. Но он же вновь наотрез отказался приносить извинения за сбитый самолет. Ситуация начинает напоминать политические лабиринты. Есть ли из него хоть какой-то выход, здесь сейчас никто не знает. Павел Краснов, Сергей Кузнецов и Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Стамбул. Турция.